Продолжаем выпуск. Тверской регион в минувшие выходные накрыл сильный снегопад. За это время выпало от 3 до 12 мм осадков. На дорогах и тротуарах снежные заносы. Вместе с тем синоптики вновь прогнозируют в Тверской области осадки и похолодания. Как не стать жертвой снежной стихии, куда жаловаться, если вашу улицу не расчистили, выяснила наша съемочная группа. На Тверской области в минувшие выходные хозяйничал циклон, который сформировался над Балтикой. Он принес региону интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега. В ночь субботы на воскресенье выпала почти пятая часть от месячной нормы. Больше, конечно, осадков это у нас в западных районах, в Торопце, в Осташково, Пологое. На востоке чуть поменьше, но все равно за эти выходные выпало от 3 до 12 мм осадков. Городские улицы, дороги и тротуары оказались завалены снегом. В Твери часть улиц даже днем в понедельник по-прежнему оставалась под снегом. Вместе со снегопадом на автомобилистов, пешеходов и коммунальщиков свалилась целая масса проблем. После интенсивного снегопада, который накрыл Тверскую область в минувшие выходные, часть городских тротуаров стала напоминать лесные тропы. А проезжая часть покрылась снежной кашей. Автомобилисты столкнулись с такой проблемой, как колейность. Например, на бульваре Шмидта. Здесь автомобиль запросто может занести и случится ДТП. По идее, на борьбу со стихией должны выйти коммунальщики, вооруженные уборочной техникой и дворники с лопатами. Без их вмешательства простым пешеходам приходится месить ногами эту снежную кашу. Санками нормально, с колеской тут не проехать будет. С дорогами все плохо. Скользко. Падают люди, пожилые особенно, с детьми кто идет. Не успели, что они. У нас так всегда, как только снег выпадет, так проблема есть некая. Согласно ГОСТу, налить вообще недопустимо на проезжей части, а наличие рыхлого снега не должно превышать 5 сантиметров. Существуют и сроки уборки для улиц 2-3 категории, а в городе в массе своей улицы именно 2-3 категории 5 часов, а 4-й категории 6 часов. Но ведь с момента снегопада прошли почти сутки. Тем не менее, коммунальщики не дремлют. Активно идет уборка снега с центральных улиц. В понедельник днем техника работала на улице Советской. Что касаемо прогнозов, то расслабляться не стоит. Вероятность осадков сохраняется. В середине этой недели нас ждет похолодание. Ветер поменяется на северо-западный. Температура постепенно начнет понижаться. В четверг-пятница не исключено, что при прояснениях может быть температура до минус 12-13 градусов. В выходные опять по предварительным прогнозам ждем снег и температура воздуха будет чуть ниже 0 градусов. О нерасчищенных дорогах, что на балансе города, необходимо сообщать в департамент ЖКХ. Что касаемо дворов и внутридворовых дорогах, то это епархии управляющей компании. Жители Твери могут пожаловаться на нерадивые УК и ТСЖ, позвонив в районные отделы благоустройства или прокуратуру. За непринятие мер им грозят штрафы. Для должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических от 70 до 100 тысяч рублей.